Редактор субтитров А.Семкин Вітаю, з вами Шахімат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про поточну політичну ситуацію в Україні загалом та у Дніпрі, зокрема. З нами голова Дніпровської міської партійної організації «Опозиційної платформи за життя» Сергій Нікітін. Сергій Нікітін – політик та громадський діяч. Має дві вищі освіти. За фахом юрист та магістр державного управління. Керівник Дніпровської міської організації «Політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Голова фракції в міськраді. Правозахисник очолює Центр соціальної відповідальності Дніпра. Одружений виховує сина та доньку. Сергій Нікітін, радий вас чергово вітати в нашій студії. Хотів би почати з того питання, на якому ми зупинились минулого разу наприкінці нашого ефіру. Зокрема, це проєкт ОПЗЖ «Дніпровський референдум» міської організації партії. Скільки вже людей змогли прийняти в ньому участь? З якими питаннями звертаються? Здравствуйте. В проекте «Партия «Опозиційна платформа за життя», который называется «Дніпровський референдум», на сегодняшний день уже приняло участие более 4 тысяч горожан. Чем більше мы говорим об этом проекте, чем більше в інтернет-изданнях роз'яснений, об'яснений, тем с більшим інтересом горожане подходят к палаткам «Опозиційна платформа за життя». Непосредственно уже лично интересуются о сути этого проекта. И когда слышат, что целью проекта является привлечение их же жителей города к жизни города, к развитию своего города, то принимают активно участие, заполняя карточки участника проекта, указывая важные вопросы, которые они считают для развития города, указывая, в каких решениях хотели бы принимать участие как горожане лично, а не отдавать на откуп чиновникам. Проект действительно получил положительный отклик в обществе, потому что действительно, на сегодня мы видим, что у горожан, не только у горожан, наверное, у всех украинцев на сегодня накипело, и людям есть что сказать. Реакция на пустые обещания, а после них еще одни обещания по факту ни одного выполнения, она приводит к тому, что людям уже невозможно держать в себе и возмущение, и свои мысли касательно того, что делается не так, делается не для них. И вот этот проект как раз стал для людей темой точки выхода из вот какого-то замкнутого круга и с удовольствием пользуется этой, ну можно сказать, платформой для высказывания своего мнения и пожелания, в частности, для развития нашего города. Так, ну а зокрема, это какие блоки больше цікавят наших мест? Это политика, это экономика, это какие-то социальные вопросы? Чи с усим звертаются? Очень приятно видеть, что горожане разбираются, где национальная повестка, а где местная повестка, где говорить о стоимости коммунальных услуг, которые в большей своей степени зависят от стоимости электроэнергии, что в принципе решается на национальном уровне, или стоимости газа, который тоже является вопросом национального характера, такие вопросы горожане не задают. Но касательно качества коммунальных услуг, контроля, предоставления коммунальных услуг, контроля за их исполнением, вот здесь горожане хотели бы высказать свое мнение. Во-первых, по перечню коммунальных услуг, которые сегодня необходимы, не декларируются договором, не предполагаются, как может быть какие-нибудь будут оказаны, а конкретные услуги, которые сегодня нужны горожанам. Вот об этом бы хотели говорить горожане. Горожанам важна сегодняшняя ситуация с экологией в городе. Как город принимает решение касательно улучшения ситуации с Днепром, как рекой Днепр, и улучшением ситуации с воздухом. Сегодня жители, которые проживают возле крупных промышленных предприятий или в дьевке возле свалок, дышать не могут. И они хотели бы сегодня решать вместе с пластью или хотя бы знать, какие шаги власть предпринимает для обеспечения установки каких-то фильтров, очистки, для решения вопроса с свалкой, которая чуть ли не посреди жилого массива, из окна видно дымок от тления мусора, который свозится туда каждый день. Так, но жители дьевки про це постійно говорят, да, на жаль, маємо те, що маємо. Это очень важный вопрос, о которых бы жители хотели не просто говорить, они хотели бы вместе с властью принимать решения, которые принесут им пользу. Также жителям небезразлично схема движения городских автобусов, особенно после карантинных ограничений, которые с учетом понижения пассажиропотока или с учетом того, что частники-перевозчики воспользовались моментом, изменился график движения, не график, а схема движения городских автобусов. Деякі навіть, я допомню, деякі навіть зараз не вийшли ще на маршруты, наприклад, 66-й. Вот об этом как раз хотел сказать, что многие маршруты просто сегодня не работают, и большие микрорайоны не имеют возможности с комфортом выйти на остановку и доехать хотя бы до ближайшего магазина. И приходится просто с боем решать вопрос, чтобы соседние маршруты увеличили километраж своего движения и заезжали также за людьми рядом находящихся микрорайонов. Людей также беспокоит техническое состояние городских автобусов. Но сегодня с учетом того, что по факту техосмотр упразднен был, ну когда-то еще при реформах, сегодня, не будем в студии говорить, как называют городские автобусы, но людям очень не нравится техническое состояние городских автобусов. И им бы, наверное, хотелось сказать городской власти, как они видят. Во-первых, схема движения более комфортная для себя, и на каком транспорте, на каком качестве транспорта, и, соответственно, цена проезда, зависит же от качества оказываемой услуги, должна быть для проезда гаража. Люди очень волнует вопрос строительства, вопрос места строительства, как мусоросжигательного завода, так и крематория. Люди хотели бы на общегородском опросе, на референдуме принять решение про необходимость строительства и места. Это важный вопрос, который снимет ряд сегодняшних городских проблем, которые, ну, без мусоросжигательного завода свалка так и будет тлеть, и только увеличиваться в своих масштабах. Мусор мы же не будем вывозить в другие областя, по примеру, в других областей Украины. Людей, в принципе, беспокоит способ, приоритеты в распределении городских денег. На что будет тратиться завтра городской бюджет? Принесет ли управленческие решения конкретно жителям пользу? Или они будут направлены на очередной пафосный проект, который некоторые же массивы даже не увидят, а городские деньги уже будут потрачены? Люди сегодня, вот видно, что люди сегодня готовы участвовать в жизни города. Люди сегодня готовы принимать на сформулированные вопросы, давать четкие решения, которые исходят именно от комфорта жизнедеятельности, а не так, как кажется чиновникам в высоких кабинетах. Кстати, вы даже сказали, что целые блоки, которые интересуют людей, но ваш проект Днепровский референдум интересует тех отдельных политиков и политических организаций, которые оппоненты оппозиционной платформы «За жизнь». Почему так? Почему это вызвало такую дискуссию, ваше видение? На самом деле, некоторые политические силы, общественники, которые пытаются поддерживать движение этих политических сил, формулируют или критикуют правильную идею, идею привлечения людей к решению вопросов важных для города, критикуют, называя словом «сепаратизм». Ну вот эти вот словами или действиями, которые сегодня для всей Украины являются болевыми точками, вот прикрываясь вот этими фразами, формулировками, пытаются критиковать партии, у которых есть сегодня городская повестка, которым есть что предложить гражданам, тем самым хоть как-то приподнять свою значимость, в принципе, показать о своем существовании в городе. Ведь на самом деле сегодня партия «Европейская солидарность» не имеет городской повестки. Сегодня, кроме того, что взяли прошлые президентские выборы ту повестку, больше ничего городу не предлагается. И для того, чтобы повысить свою узнаваемость и, возможно, конвертировать это в свой политический рейтинг, вот больше ничего не остается таким политическим партиям, как, знаете, вот как покусывать, пытаясь подпрыгивать, покусывать хорошие инициативы, считая, что этим они для себя получат какие-то дополнительные баллы. Ну, оставим это, наверное, на совесть тех политических партий, которым не кажется правильным сегодня спросить у людей, а что нужно, и предложить пути этого решения. Окажется правильным просто какими-то лозунгами в очередной раз, прокатило в прошлый раз, наверное, прокатит и в этот раз, в очередной раз пытаться, ну, где-то надурить, где-то смошенничать, ну, вот любыми путями как-то поднять свой политический рейтинг. Вот только в этом связано, кроме живого интереса, еще и вот негативная реакция политических партий на наше предложение городу Днепровский референдум. Да, вот, до речи, хотел трохи так уточнить, если вы уже вспомнили Европейскую солидарность с политическим партией, ну, это один, мабуть, из основных оппонентов ОПЗЖ, да, про рейтинги сегодня мы говорить, я думаю, не будем, но, все же таки, вот, это вопрос было вынесено на их партийную конференцию, да, вот, стосовно вашей инициативы, ваше ставление до этого. Если лично мое отношение к этому, то мне смешно смотреть, когда, то ли действующие народные депутаты, говоря о том, что скоро же новые выборы Верховной Рады, поэтому нам нужно объединяться, то есть он беспокоится о своем будущем, а не будущем города, то ли сегодняшние политические активисты этой политической партии, которые собираются на конференции, говорят вещи, которые, ну, вот, просто напрямую противоречат Конституции Украины. То есть, ну, на сегодня право горожан собираться на местные референдумы, закрепленные 38-й статьей Конституции Украины, они называют сепаратизмом. На сегодня право горожан решить, а какой завтра будет земельный налог или стоимость налога на недвижимость для пенсионеров, они называют это сепаратизмом. То есть, вот, ну, мне смешно смотреть. Я не думаю, что вот глупцы в партии. Ну, в принципе, вполне образованные, вменяемые люди. Когда говорят не о политике и не на высоких трибунах, ну, вроде есть о чем поговорить с людьми. Но именно когда вылезают на трибуну, когда пытаются своим выступлением показать свою значимость, ну, говорят откровенную глупость, Днепряне это видят. Чувствуют, что стоит за пустыми лозунгами и на что, ну, надо реагировать или не надо реагировать, а что действительно может принести пользу горожанам вот непосредственно в городе. И, наверное, то, как ощущают это Днепряне и вот визуализируется на сегодняшних политических рейтах, и нашей политической партии, и других политических партий. Мы сегодня видим рост сторонников политической партии, оппозиционная платформа «За жизнь» не только на национальном уровне, а и на местном уровне в городе Днепр. Значит, те предложения для развития Днепра, которые сегодня мы реализуем, они действительно нужны горожанам, и мы на правильном пути. Да, от, с другого боку, вы это вспомнили, когда политики выходят на тюрьму, говорят одно, когда в кулуарах это немного другое, но про вашу, снова таки, инициативу Европейская Солидарность говорила не только на своей партконференции, но и на митингу, что нещодавно прошел. Вы считаете это чистою политикой? Судя по фотографиям с этого собрания части и молодежи, и людей, которым было тяжело стоять, они сидели на бордюре и пили пиво, и людей, которые, в принципе, хотели отойти подальше в тенек, просто отработать номер, ну, даже политикой это тяжело назвать. И те лозунги, которые звучали со сцены, они не призывали к решению городских проблем. Они не давали горожанам какую-то стабильность и понимание, что будет завтра, как завтра мы будем решать вопросы городского хозяйства на пользу горожан. Звучали только лозунги еднаемости. Мы за Украину. Все за Украину. Все хотят быть едиными, чтобы в стране не было войны. Мы действительно все за Украину. Поэтому вот это собрание выступающих на сцене и людей, которые проходили мимо или отдыхали на бордюрах, ну, это, наверное, да, действительно можно назвать мероприятием, с учетом того, что там были флаги, имеющие политический окрас. Так, Сергей Михайлович, вот хотел вас запитать, нещодавно пресс-служба ОПЗЖ такую информацию поширила, что, зокрема, представники политической силы встречались с представниками миссии ОБСЄ в Украине. Про что говорили? Да, действительно, я разговаривал с представителем миссии ОБСЄ. Его очень интересовали вопросы радикально настроенных слоев общества, как в стране, так и в городе Днепр. То, что мы сегодня видим с экранов телевизоров, с изданий печатных и интернет-изданий, действительно вызывает много вопросов. Как так? Разгул какого-то бандитизма? Да, почему сегодня радикалы осуществляют действия хулиганского характера по отношению к имуществу партии, по отношению к сторонникам партии? Почему сегодня забрасываются гранатами или минируются офисы партийной организации? Как это воспринимается обществом и что предпринимается на уровне государственной власти или местной власти? Ну, к сожалению, он для себя... Еще раз... Понял, но вот... Еще раз уяснил... Какие выяснили? То есть, он с горбой, как проходил диалог? Я для себя еще раз убедился в том, что радикальные движения, которые используют несовместимую с жизнью в стране или в городе инструментами, они есть. И сегодня городской властью не принимаются никаких действий по упразднению, по предупреждению, по наказанию за такие антисоциальные действия. Кроме этого, да, действительно, его интересовало кроме национального уровня, а что в Днепре? Действительно, в Днепре сегодня есть радикально настроенные небольшое количество горожан, может быть, не горожан, но... Ну, в смысле, горожан другого города, но тем не менее, которые сегодня пытаются дестабилизировать ситуацию в городе, и так непростую ситуацию, но вот используя методы, которые вот никак не на защиту единства, не на славу Украины, лозунги которых они выкрикивают, а на раскол в общество и демонстрацию наплевательского отношения к законам и общественной морали. Кроме этого, его интересовала ситуация с административным делением, которое произошло в области. Сегодня действительно опять проигнорировали общественное мнение. Приняли решение про укропнение районов. Да, я могу понять, если бы это решение было обусловлено и... Не просто обусловлено, а обоснованно каким-то оптимизацией экономии каких-то денег, но на самом деле такое решение продавливается сверху. Сегодня общество не готово было к такому укропнению. И вот такая мнимая экономия на управленческом аппарате, она же откликнется на людях, на их сегодняшней жизни, на их сегодняшнем благосостоянии. Кроме этого, представителям ОБСЕ интересовалась сегодняшняя ситуация, политическая ситуация в городском совете. Ну, наверное, в городском совете не настолько ярко выражено большинство, как монобольшинство в Верховной Раде. Но, тем не менее, в городском совете представителям разных политических партий и вне фракционных депутатов удалось найти общий язык на почве необходимости работы на благо своих горожан. Депутаты Верховной Рады, они где-то, ну вот, высоко к ним, может быть, через приемные, через помощников, а депутаты городского совета, они здесь. Они ходят по своим округам, они практически все живут на своих округах. И поэтому и доступность, и ответственность депутатов перед своими избирателями больше, чем у депутатов Верховного Совета. И поэтому, действительно, мы нашли способ, как объединиться в части принятия решений, которые идут на благо на развитие нашего города. Но, кроме этого, действительно, выборы уже практически вот видны, уже практически начались. И каждая политическая сила прилагает все усилия, чтобы мобилизировать свой электорат, показать, что в будущем городском совете мандат доверия необходимо, ну, может быть, не только отдать в том же размере, а и, наверное, увеличить. В этом нет ничего плохого, лишь бы политические войны, да, вот, противостояния, можем так сказать, не шли на, вернее, шли только на пользу наших горожан. Не блокировали работу государственных, городских и коммунальных учреждений и коммунальных предприятий, городских служб, чтобы горожане, несмотря на то, что выборы – это относительное потрясение, в том числе для города, чтобы горожане не почувствовали на своем вот бытовом уровне какого-то уменьшения комфорта или уменьшения услуг, которые привыкли получать за это время. Но всем действующим депутатам, которые хотят быть кандидатами и избранными в следующий состав городского совета, придется снова оправдывать и получать мандат доверия избирателя. Все, кто готов только очередной раз обещать, я думаю, что горожане уже начали мыслить более критично. Так, до речи, хотел вас запитать про местяна. Вот вы встречаетесь с разными категориями. Это пенсионеры, это ветераны, это молодь. Вот про что говорят люди? И чи поделяете вот ту думку, что сейчас наша молодь не есть активной у политичном плане? Действительно, мы сейчас встречаемся достаточно много с разными категориями граждан. Это и молодежь, это и спортсмены, и предприниматели, и ветераны. Если можно, я начну с последних, а закончим вопросом. Так, Олен, не так багато часа превышается. Да, сегодня, смотрите, сегодня действительно действует достаточно крупная ветеранская организация. Она насчитывает порядка 100 тысяч человек. Активно действующих, ну, наверное, там в районе 10 тысяч, но одна в себя включает, и ветеранов войны, и ветеранов соцтруда, и чернобыльцев, и афганцев, которым, по большому счету, кроме общения, кроме общих тем, необходимо сегодня чуть ли не выгрызать, не вырывать те льготы и преференции, которые им дало когда-то государство за заслугой перед страной. То есть на сегодня эти общественные организации нужны, потому что будущие сплочены в какую-то одну организацию, по крайней мере, каждого участника этой организации слышат. Но, к сожалению, как на государственном, так и на местном уровне все больше ущемляют в правах эти общественные организации, лишая возможности находиться в каких-то залах, кабинетах, обсуждать свои вопросы, выступать на каких-то городских платформах и говорить то, что необходимо. И сегодня мы видим необходимость, запрос от этих общественных организаций помочь им не раствориться и полностью не лишиться тех маленьких, но тем не менее благ и помощи от государства и от города, которые вот так нужны им сегодня. Если говорить о молодежи, то то, что молодежь неактивная, безинициативная, не интересуется городской жизнью политикой, это неправда. Действительно, сегодня молодежь – это наше будущее. Сегодня у молодежи очень прогрессивный взгляд. Сегодня нам важно видеть и слышать незаангажированный взгляд по развитию нашего города. И молодежи есть что сказать. К сожалению, государство не может сегодня, вернее, не делает сегодня шаги, стимулирующие молодежь к созданию семей, к работе в Украине, к построению своего будущего в нашей стране. Но это не означает, что на местном уровне мы не должны помогать, протягивать руку помощи молодежи, чтобы, по крайней мере, на примере нашего города было видно, как в стране это важно и можно реализовать. И мы действительно встречались с молодежью, обсуждали способами взаимодействия партии «Оппозиционная платформа за жизнь» и молодежи города по реализации проектов, которых предостаточно у нашей молодежи. Так, Сергей, на остаток еще хотел пару вопросов вам задать, таких загальнополітичных. Вот в Украине, как то кажут, завершивается процесс децентрализации. И что действительно это так? И как вона, власне, децентрализация, отбилась на нашем месте, на месте Днепр? Смотрите, когда наша партия в городе «Оппозиционная платформа за жизнь» получит большинство, сформирует вокруг себя большинство, для себя на посту мэра города я вижу первоочередные задачи строить политику города, вести хозяйство города, исходя от запроса общества. Есть сегодня действительно исследования, которые показывают, какие факторы сегодня сдерживают развитие нашего города. Но есть много вопросов, которые нужно слышать от горожан. Та повестка, которая стоит у них в семьях, во дворах, в трудовых коллективах, и имея в распоряжении бюджет, который в разы больше, чем в предыдущую пятилетку, действительно нужно строить работу по развитию нашего города, не хватаясь за очередные глобальные проекты, постройку новых мостов или чего-либо, а исходить из того, что необходимо отремонтировать все дома, отремонтировать все внутриквартальные дороги, сделать минимально комфортные условия для горожан всего города, а не только набережной или какой-то центральной части города. Сегодня мы видим задачи нашей политической силы слышать горожан и работать в городском совете, как большинство в городском совете, на благо горожан, для того, чтобы город развивался. А в целом мы хотим видеть в стране мир, единство и благополучие. Сергей, последнее вопрос. Вот есть такая инициатива у Громадской Ради при Минюстии про заборону партии ОПЗЖ. Они ставят это вопрос в собственной перед Министерством Юстиции. Ваша думка, насколько это реально? На сегодня провластная партия, партия Зеленского, бесится от того, что у оппозиционной силы настолько по сравнению с рейтингом пропрезидентской партии растет рейтинг, а у партии «Слуги народа» падает рейтинг. И ни гранатами в офисы, ни минированием, ни радикальными действиями не получается сбить вот эту тенденцию. И решили, а давайте теперь запретим просто эти партии. Ну, такого еще не видела страна. Наша партия сделала заявление о необходимости уйти в отставку Министра Юстиции и полной перезагрузки общественного совета при Министерстве Юстиции. Что ж, я вам дякую за эту разговор. Нагадаю, сьогодні мы спілкувались с головой Дніпровской міськой партийной организации «Опозиционная платформа за життя» Сергеем Никитиным. На все добре. Редактор субтитров А.Семкин